Приветствую вас, и я прочитал ваше письмо, ваше сообщение, оно написано достаточно эмоционально. Я думаю, что вам действительно тяжело, и отец ребенка вот так себя ведет негативно достаточно, да, и вы, в общем-то, тоже чувствуете, что не можете содержать ребенка, который надо, если отец не будет платить комплименты. И, в общем-то, ваш бывший муж не хочет налашивать нормальные связи после развода, а всячески пытается усугубить ситуацию, да, постоянно на взводе, постоянно негатив, и ребенок это чувствовать, конечно, не может. Я понимаю, что вы опасаетесь за здоровье малыша, но постарайтесь понять такую вещь, что вам самой для начала очень важно было бы прийти в норму. Почему? По какой причине? Как раз по той причине, что вы сами, вероятно, очень удобно реагируете на хуже, у вас, возможно, еще не прошли обиды на него, вероятно, вы еще очень сердитесь на твоего мужа, не понимаете, почему он так себя ведет, не отдаете себе в этот маршрут, и из-за этого, в общем, происходит достаточно сильная эмоциональная нагрузка на вас. То есть, что я хочу вам предложить? Значит, во-первых, во-первых, я вам хочу предложить разобрать ваши отношения с мужем вашим вообще вот так, как они есть, подумать, почему они привели вот к таким последствиям негативным, да, почему у вас не сложились отношения, это первый аспект. И аспект второй, это, мне кажется, в большей степени правовая сфера. Свердана она с тех, что отец имеет право видеться с ребенком, он имеет право приводить с ним время, вот, но я бы сказал вам так, что и вам нужно разобрать отношения с вашим мужем, а вот это очень важно. А дальше, дальше действует по факту. то есть, вот, ребенок ваш плачет из-за того, что гуляет с отцом, проводит с ним время. Значит, отец достаточно эмоционально себя ведет рядом с ним. Значит, вам нужно поставить в известность мужа, бывшего о том, что ребенок негативно реагирует на, вот, какие-то проявления с его стороны и сказать о том, что вы отслеживаете значит, реакцию ребенка, и если она будет плохой, то вы не будете отдавать ему ребенка. Просто потому, что отец плохо на него влияет. Если негативная реакция будет продолжаться, то вам тогда нужно будет обратиться в суд уже для того, чтобы в судебном порядке лечить отцарадительских прав. Но этот процесс достаточно тяжелый, сложный, он связан с трудностью доказательств, во-первых. То есть, вам нужно будет именно доказать, что отец плохо влияет на ребенка, вследствие чего у ребенка негативная какая-то реакция. Вот его плач, его плохое с младшедствия, да, между этими действиями, между вот этими вот проявлениями, нужно найти причинно следственную связь с тем, что делает отец ребенка. если связи не будет, то, понятно, никаких родительских прав отца не лишат, потому что это его ребенок, и он имеет право с ним отец. Дальше, я рекомендую вам, также, для своего ребенка сохранять, ну, знаете как, как сказать, не то, что вот прям вот адекватность, да, я понимаю, что вам очень тяжело вести себя спокойно. Давайте мы просто скажем, что вам нужно безразлично относиться к тому, что мужчина вас как-то провоцирует. На самом деле, именно это он и делает, он провоцирует вас. Он провоцирует вас на скандал, он провоцирует вас на какую-то агрессию. И для чего он это делает, мы, конечно, всей истории не знаем, безусловно. Но я думаю, что выяснить это можно, если разобрать с вами отношения с мужем. Но в любом случае вам нельзя реагировать на на него вот так, как вы это делаете. Потому что, объективно, объективно, хорошего из этого ничего не получится. Кроме того, что вы испортите себе нервы и значит, ребенку тоже покажется, что у вас не очень здоровая атмосфера. что касается алиментов, здесь ситуация такова, что поскольку суть обязал платить алименты человека, вашего мужа, то мужчина, понятное дело, не имеет никакого права, не имеет никакого никакой возможности от этого права уклоняться, от этой обязанности, точнее, уклоняться. И если он делает это, значит, вы можете подать, опять-таки, в суд иск о ненадлежащей уплате алименты, скажем так. И это для вас единственная возможность, единственный шанс, если угодно, чтобы мужчину как-то заставить платить алименты. Потому что если человек не хочет это делать, то взрыва взыскивают все его зарплаты, потом там взыскивают его имущество, средства на алименты и так далее. Но вам это нужно делать все спокойно, без эмоций, а ребенку при этом, как правильно сказала моя коллега, ребенку объяснять или доносить до него, представлять это все так, что вот это все не по наручку, все это не серьезно. То есть ребенку нужно стараться всеми силами ограждать от этих проблем. Почему? потому что ребенок в силу своей чувствительности может подумать, может ощутить, что вы ссоритесь из-за него. И вам будет очень сложно убедить его в обратном. я думаю, что я думаю, что вам этого не хотелось бы, я думаю, что вам это не очень то приятно, поэтому давайте мы с вами будем вести себя спокойно. Постарайтесь менее эмоционально реагировать на поведение мужа и лучше в большей степени постараемся его все же как-то понять. В большей степени постараемся как-то раскрыть причины его такого вот поведения. Чтобы более лучше отдавать себя шерстом, что им движет, мужчин. И тогда отвечая на ваш суммарный вопрос как лучше поступить. Первое это набрать психологом отношения к вашим мужем, дабы лучше его понимать. Второе вырабатывать свою безразличную позицию по отношению к нему. То есть безразличное не позволяет ему опускать вас до своего уровня так, чтобы он чувствовал себя на этом уровне победителем. Так, чтобы он не получал преимущество, потому что человек, он специально вас провоцирует, чтобы вы опустили до его уровня, на его поле, и там он вас спокойненько победит в советной перепалки. Понятно, что что-то бросить, спорить и доказывать мужчине бесполезно, он все прекрасно знает сам. И если он вам не дает этого, если он не делает того, что вы от него ожидаете, то тогда можно говорить о том, что человек просто не хочет. раз так, то вам не остается ничего другого, кроме как оперировать к правовой сфере. И в этом контексте будет лучше, если вы проконсультируетесь с юристами, с адвокатами, чтобы они посоветовали вам, как правильно себя вести, как правильно защищать свою позицию. То есть, мужчина может вас вселенаправленно обманывать и не платить алименты. Хотя он может это сделать. Вам нужно, чтобы мужчина все-таки платил их в полном объеме, потому что понятно, что вам содержать ребенка невозможно. И также в этой правовой плоскости вы смогли бы определить, что вообще вы имеете право вы можете вместе продумывать досуг, который будет у мужчины с ребенком, или если такого не происходит, то будет договариваться через адвокат, адвокату. По-другому у вас решить вопрос не получится, потому что после развода не кончаются конфликты, не кончаются разногласия, они перетекают в другую плоскость, и нужно время, чтобы эмоции обиды друг на друга получили и перестали влиять на ваши отношения, конкретные отношения. Вот это то, что я хотел вам сказать. прежде чем закончить, хотел бы представить одну вещь, что вы сказали, что хотели отдавать ребенку почти на сутки отсюда, и в этот момент он незачем ясен, как вы вообще говоря это себе представляете. То есть, как вы представляете, что отдаете ребенку на сутки отсюда? Он маленький, отец может обеспечить его всем необходимым? Почему вы хотите отдавать ему почти на сутки? Что вам недвижимо? Какая такая потребность? Не потому ли вы так переживаете, что у вас не получается отдать отцу ребенка на сутки? Если так, то нужно думать, как выйти из этой ситуации, но без помощи отца ребенка? полагаться я бы не стал никак. На этом ничего. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи. сутки. Продолжение следует...